Что будет делать Оракул? Ну понятно, что это будет пуш. Какой-то потенциал пуша от Веги 100%, потому что в последнее время ребята на это делают очень большой акцент. Shadow Fiend отлетает. Пошли сигнатурки у нас с No-1. Уходить в бан. Третий бан за Вегой. Это не греки, состав поменяли же. А, поменяли состав? Ну ладно, это не греки. Окей. Приехал этим летом в Новороссии, заорал, «Алек, ты лучше на выходе из автобуса». Люди подумали, я пьян. Хорошо, хоть тебе пизделей не дали, за то, что верёшь на автовокзале. Так, Бэйн отлетает у нас третьим баном от Веги, четвёртый бан за Лондон с конспираси. Оракул может как минимум ультом помочь против фокуса друида, и Мишка поживёт. Обычно очень редко кто-то выживает после ультимейта Оракула, потому что там всё равно забивают до смерти людей. Но там, конечно, хороший хил. Возможно, будет какой-то дузель. Возможно. Но хотя, получается, очень юзли связка саппортов от Веги, если будет дузель. Вообще, какой-то хиллер нужен. Хотя Оракул сам хилит неплохо. Вероятно, что будет собираться урна. Более чем уверен. Очень долгий бан от Лондон с конспираси. Бэйби Найт очень жёсткий плеер в этом апу. А я помню, был такой в первой дотке. Молодое дарование. Но сейчас он уже, наверное, не молодой. Не знаю, это он, не он. Свен четвёртым баном от Лондон с конспираси и четвёртый бан за командой Вега. Брали такого массивного керри с дизайблом. Хорошего. Бэйби Джи Доктор. Да, кстати, Виджи Доктор вероятен. Зевс. Зевс для Ноу Ванчика. Хороший очень персонаж. Он умеет на нём. Хорошо катает. Ликана сами же забанили Вега. Видимо, не вписывается он к ним. Будет какой-то другой керри для Павла. Возможно, это же и Тимбер будет. Потому что Лондон с конспираси могут изи взять спектру. А Вега уже в более привычной форме пика и Тимбера на фарм против спектры. Так как он её жёстко разрезает, но надо очень опрятно всё делать. Но уже не будет Виспа. 100%. Поэтому спектру очень тяжело будет вычислять как-то. А что не будет? Рокс Кис, Торнадо против Веги. Они уже сыграли. 1-1 сыграли. Поставь тоту на украинском. Не-не-не, не хочу. Олег побрился. Ну, нет. Бороду и усы не брило. Голову подстригли только. Олег, привет. Помнишь прокат в Сергея? Чего в генералов ещё катали? Вот время было. Добра тебе, спасибо, большой парень. Да, конечно. Такое не забудешь. Это ж молодость. Так, четвёртый пик за командой Вега. ОД у нас залетает для Лондон Скотт Спироси. Это буретка в простонародье. Очень сильный герой сейчас, как по мне. Такие приятные бонусы он получил после последнего патча. Видж Доктор, да. Банганули мы с чатом. Были правы. Ведьма-врач. С костью в носу. Четвёртый пик за Лондон Скотт Спироси. И потом перейдём к последним банчикам. Господиушекоментить его он запустил. Только он ничего не пишет. Напишет. Изи, пойдём. Под Орла подстригся почти. Парикмахерская голову мыли, нет? Дома помыл. Почему табуретка? Потому что в первой доте он был на табуретку похож. Там был такой, типа, полусфинкс летающий, короче. И у него была обилочка. Встать, типа, в статую, он, короче, типа, как монумент такой получался. На табуретку похожий. Где волос, Алик? Я их продал. Дазл четвёртым пиком для Лондон Скотт Спироси. Очень такой плотноватый пик получается. ОД будет у нас в невероятных сейвах. Участвует там и Грейв, и Свап, если что не так. В общем, хорошо. Они будут своих коров сейвить. Качественный пик. Не совсем я до сих пор понимаю, зачем Оракул был пикнут. Но в Веге виднее. Как минимум. Я не профессионал. У них своя задумка. Если ребята пикнули, они знают, что с ним делать. Но, если честно, я впервые вижу в исполнении Веги Оракула. Новороссийский Орёл. Как в простонародье называется ОД? Да хуй знает, журавль-табуретка. Кто как хочет, так и называет. Рад снова тебя видеть. Спасибо, что запустил. Спасибо, ребята, что смотрите. Что тут Д страшно выглядит. Ну да, да. Я согласен. Очень больно будет и саппортом, таким как ТД. Потому что если он вопьется, то там жестко будет. Если еще и будет покупаться на ранжуху артефакт, то Дрэгон Лэнс. Ты Вов забросил? Да, я пока забросил до выхода Легиона. У него не было обилки. Он был как табуретка без апгрейда. Табуретка с апгрейдом вроде норм был. Я не совсем профессиональный Старкрафтер. Ой, этот Варкрафтер. Но я помню, что такие у Нежити были юниты точно. Они там ману, по-моему, регенили. Там включалось либо ману, короче, на банду регенить, либо хп. На зуби же тоже донаты можно делать. Ну, конечно, ребят, там все то же самое, только зарплата есть. Также есть и подписки, есть и много чего. Так, Визаж и Эмбер Спирит. Последние баны от обеих команд. Властпики остались за Вегой. Будет властпик. Остается 6 секунд резерв тайма. Что же это будет? Это нужен керри какой-то. Керри Спектра. Вот это качественно. Сейчас мне побольше пик нравится, потому что Оракул со Спектрой это жесткая тема. Плюс еще такой есть танк, как Лондруид. Ну что? Лондон. Конспираси. Статуя превращалась в Гарпия. Ну, так и эти, по-моему. Хотя да, они, по-моему, не становились табуреткой точно. Не Гарпия, а Гаргулия. Алхимик. Ебнешься. Нормальный такой пик. Но очень жадный пик. Как по мне, ребята пушить не особо могут. Хороший тимфайт у них присутствует, но пушить они не могут. В принципе, вега тоже не особо сейчас нацелена на пуш. С учетом того, что была пикнута лос-пиком Спектра. У них больше такой на файтинг такой крупный. Но опять же, под баночками ВД, под Зевсом, жесткий танкинг от Лондруида и Спектра там под ультимейтом очень жесткая. Но ОД как раз-таки против иллюзий Спектры вообще самое то, по-моему. Потому что 500, сколько там, 500 процентов, по-моему, по иллюзиям сверху дэмидж. Спектра без Радика такое. Так кто сказал, что он будет без Радика? Если ее сильно как-то напрягут, то, конечно, будет плохо, но... Хотя, может просто и маг играть без Радианса. Как по мне. И оставить это... Они могут, короче, действовать ситуативно. У кого лучший пойдет, тот и будет собирать Радианс. И как по мне, это неплохая затея. Два Радианса собирать, конечно, не стоит. Это пробел... Провал будет. Но опять же, все будет зависеть от того, у кого какой фарм будет. Если Пашу не буду трогать, то, понятное дело, что Спектра будет собирать Радианс. Если же у мага будут неплохие предпосылки, то Радианс мы, скорее всего, видим на Лондруиде. Так, у нас пауза от кого? От команды Лондон с Конспираси. Медведю в харде с Вингой весело будет. Да на самом деле нет. Там еще со старых мет, когда Лондруид был очень актуальным героем, пикали Бэйна. Чтобы тот не давал отводить Медведю. Потому что тот сагривает крипов примерно вот здесь. Вот, да, вот как сейчас показывает как раз-таки команда. То, что ОД показывает, что отсюда будут забирать крипов Медведям. И никак этому Лондон с Конспираси не могут помешать. А Бэйн как раз-таки пикался против этой темы. Медведя только забирает, получает нитмар, и крипы просто отагриваются. Я бегу дальше по линии. Вот этот вот герой очень хорошо контрил Лондруида в харде. Тут, как мы видим, Бэйна нет. Как дела? Все хорошо. Вот так, спасибо. Что там, ватч тайм набивается? Таймвотч, да, потихонечку идет. Уже 50 плюс часов. Ой, часов. 50 плюс тысяч. Так, ну что, пройдемся по героям. Паша Спектра, Ноу Ван, Зевс, Соло, Оракул, Мак, Лондруид, Сёма, Вич, Доктор, Демон, Врач. Ведьма, Врач, прошу прощения. И у команды ЛЦ. Так, я буду вот так вот книги, наверное, читать. Солин Орозий у нас играет на Винджиффл Спирит. Джиллопи на ОД, Биверсия Гейт на Дузеле, Джон Бэйби Найт на Алхимики и Кевка Твич на Бистмастере. На бородатом уебище. Покажи татуировку, ребят. Да что вы меня заставляете каждый стрим показывать эту татуировку? Зачем она вам нужна? Вы такую же, что ли, там лепите себе? Трафарет рисуете? Вот, последний раз показываю, гайз. Уже серьезно. Хватит. Здраво, Альберт. Добрый вечер. УД Ор по суммонам 400 или 500% дэмэджа. Это работает на силу Ибира? Нет. Не по суммонам, а по иллюзиям. Хотя по некорчам тоже, по-моему, работает. По идее, не должно по медейду работать. Это бы слишком гнобило, по-моему, героя. Насколько я знаю, там по иллюзиям дэмэдж ходит. Где УД? Там же написано на спелле должно быть. Урон в иллюзии 400. Да, в иллюзии, то есть. Не по суммонам, а по иллюзиям. Покажи, Тегет Паладина. Нет. Тегет Паладина не буду показывать. Так, ладно, ребят, все. Что-то пока отвлекаюсь. Будем наблюдать за игрой. Забегов никаких у нас нет от команд. Просто все идут в свои кусты. Никто там агрессивные какие-то ворды не забегает, не ставит. Бестмастер тут чекает Кабанчиком, что происходит. Видит он Пашу здесь, видит Сему. Уже хорошие качественные ворды сигнатурные поставлены от Семы. Этот вард практически в каждой игре вега ставит, когда играет за Дайер. Ну и на миде, соответственно, чтобы у Муванчика был Вижен Рун. Тоже, естественно, присутствует вордец. Маг не забегает сейчас Медведем. Хотя вот, вот, побежал уже. Начинают они уже харасить Мишку. УД это распланировал еще на стадии того, когда они пикали героев. Скорее всего, пауза из-за этого была нажата, чтобы обсудить какие-то действия. Именно начальные, чтобы не пропарить. Момент. Ну и, собственно, Медведь у нас все равно побежал. Крипов он своих уведет. Очень будет пробитый, конечно, но... Своё дело он должен сделать, как минимум. Но он его просто прячет, да. УД красавчик. Собственно, вот. Вот как это и работает. Для этих же целей просто пикался Бэйн раньше. Но УД тоже неплох в этой ситуации. Так, Алексей уже начинает у нас немножечко разминать Алхимика. Алхимик, он забирал рунку, да, через монетку. Лёша начинает хараситься у нас уже с молодым человеком в миде. Качественно уже пол-ХП ему снес, но второй левел Алхимик все равно получает. Здесь прибегает еще Венга на помощь, чтобы прогнать Алексея, чтобы он здесь не хамел. Ну и, собственно, получается у нас здесь Бесмайстера тоже к себе линию оттащить под тавер. Но Вышка, кстати, помогает здесь разбирать Крипов, что, конечно, своеобразный плюс для Веги. Так как все равно получилось увести Крипов под Вышку, но одного Крипа Вышка все-таки застрелила. Так что здесь Крипы будут не особо долго, но, опять же, это невероятная бустяка для Беста, потому что второй левел он здесь получит. Даже второй с половиной, потому что к нему идет еще один паровоз Крипов. Мага тем временем тоже все неплохо. Получилось ему с горем пополам как-то привести сюда Крипчиков, но не так успешно, конечно, как у Лундруида, ой, как у Бестмайстера, прошу прощения, но все равно хоть какая-то Экспа есть. Маг начинает уже свои грязные дела здесь. Алексей вместе с Фингой начинает очковаться на топ-руне. Непонятно пока, зачем они это делают. Но Алхимик уже получил свою вторую тучу. Пошел у нас прокаст, и отъедет ли Алхимик? Нет, там уже есть Боттл. Понятное дело, что он забирал себе Баунти Руну, там голды сразу практически на Боттл хватало. Но неприятно, сейчас пробили Алхимика, такая жесткая пощечина ему была. Пошел у нас контроль Руна от Алексея с Ноу Ваном. Остается Руна, и Ноу Ван просто убегает назад на линию. Не хочет он терять Экспу, которая к нему сейчас подходит. Девсу очень, конечно, неприятно стоять против Алхимика. Алхимик вообще против доброй половины героев стоит на миде неплохо. Хорошо себя чувствует, плюс при поддержке саппорта, такого как Винга, он вообще все хорошо делает. Не получается сейчас у мага как-то вывести крипочков. Хотя нет, получилось, пара крипов к нему пришла все-таки. Не дают просто отпулить он медведем здесь. Прошу прощения, пропустил Ферст Блад. И еще и в миде. Ноу Ван просто в соляка разбирает у нас сейчас Алхимика. Красавчик. Я просто два фрага провтыкал. В храге, получается, убили без фрага. И мы видели Ноу Ван, соло разобрал Алхимика. Смайли, спасибо большое за поддержку сообщения. Я пока что не буду читать, потому что комментирование игры все-таки идет. А как бы там ни было, спасибо большое. Так, медведя у мага пробили. Получил он третий левел. Мимишка уже во втором левеле, но надо будет его порегенить. КД практически прошло. 15 секунд остается у нас до нового мишки. Ну и бестмайстер после получения пиздюлей немножко начинает поукратнее себя вести здесь в храге. Очень жаль, что я не видел, как его забирали. Но, видимо, очень качественные банки от Семы залетели. По-другому он никак не забрал. Скорее всего, с учетом того, что кабан рядом вот так вот бегает, да, он отлетел от банок. Так, ноу-ванчик, ноу-ванчик. Очень большие проблемы у ноу-вана. Скорее всего, отъедет, да, он понимает, что у него не убежит. Алексей тоже стоит здесь, получает рахулей. Сам же хилл закинул. Нет, получается, убить еще пришлось артефакт за 75 голды скушать, чтобы не отлететь. Ну и такой себе размен саппорт венга убивает здесь зевса. Весьма неплохой буст по экспириенсу получил он здесь. Баночками Сема откидывается. Не очень хорошие такие опрятные банки получились. Но кабана это получила. Застанет, чтобы забрать крипа полностью, на которого он слишком много времени здесь потратил. Но ван прилетает тем временем в бит, мажет Алексея банкой, мажет себя. Все хорошо. Появляется у нас реген на топе. Зевс его, конечно же, здесь заберет. Маг смещается тоже на бот руну. Будет ли что-то забирать? Но там нечего забирать. Тогда алхимик оттуда убежал. Была там баунти. Раз и генчик в топе был. Одного крипочка не получается. Здесь алхимик убить. Теряет он больше половины хп. С учетом того, чтобы была попытка подойти и добить какого-то крипа, и получил он здесь пиздюлей. Небольших совсем не получил. Так, четвертый левел тем временем у бестмастера. Что у нас у Павла? У Павла есть уже пурман шилд. Есть 500 голды. Что-то едет в курице или нет, ничего нету. Вот пошел смог от Алексея. Алексей в соло просто его нажимает. Хотят еще раз алхимика принять до шестого левела. Очень качественный мув. Минга тем временем сейчас занимается стакингом. Нет, Леша просто поехал на топ. Хотят они бестмастера убить. Бестмастер давно не видел Оракула, поэтому не ожидает его выход. Пошла накруточка, пошла. Полетели банки. Все одновременно скидывается и не получится здесь убить. Есть хороший телепорт от Винги. Подпросадили его. Юзается фласка. В Пашу ничего не будет закидываться. В Винге смысла не оттратить какие-то спеллы. Тоже пошла фласка. Бестмастер здесь просто откушивается немножко. Ну и у мага начинается более-менее фаза здесь. Такая неплохая. Начинает он харасить здесь дазла. Выбегает слишком далеко. Подбегает ОД. Будет какая-то попытка убить сейчас. Мага очень плотный. Такие начинают залетать шарики. Отвлекся ОД видимо от таргета. Если бы побежал дальше, мне кажется, две тычки и маг отъехал бы. Что-то пошло не так. Первый астрал. Но астрал все время держит 4 секунды, насколько я помню. Магу сбивают очень неприятно фласку сейчас. Очень наглый такой ОД. Надо дать ему поебальничку как минимум за такие мувы. Алексей чекает руну. Оставляет ее, конечно же, для ноувана, который только что заюзал ориген. Есть еще 6 левел. Ультимейт был потрачен. В медведя начинают уже здесь просаживать. Да, как мы видим, не работает бонус арбы. Все-таки это не иллюзия. Это сумончик. А, в натуре сейвать шор. Вот, вот, вот. Я провтыкал. Это новая способность медведя. Я забываю про нее. Этот дикий крик. Маг контролировал процесс. Так, ну что, Сема у нас здесь бегает и дежурит в миде. Есть у них некое желание убить вот таки этого алхимика. Мага просто прогоняют со своей линии. И у нас три игрока веги находятся сейчас в миде. Пытаются они как-то алхимика поднапречь. Но там есть ультимейт. За время ультимейта он, по-моему, бессмертный. Хотя как бессмертный? В него очень много демиджа влетает. Тратится еще ультимейт. Беби Найт. Как же он живет? Ёб твою мать. Но Алексей Хилом его добивает. Очень много демиджа, конечно, Оракул выдает. Еще и потратил ультимейт здесь Павел. Прилетел в мид. Делают они жесткий акцент на фарм этого алхимика. Ну и тем временем дают просто небольшой спейс для бестмастера, который себя вроде как неплохо чувствует. Имеется у него 1200 голды. Имеется 6 левел. Имеется тпшка. Купил он себе Кларити. Сейчас ее, скорее всего, привезет, когда Курьер будет на базе. Хотя он на базе, но он почему-то не стал его юсать. Ну да ладно. Бестмастеру тоже уже скоро придется как-то подключаться. Сема идет на чекинг руны. Заряд ботла сейчас будет от Алексея. Зарядили ботл. Хорошо с телепорта. Все качественно. Так, и маг у нас перемещается уже в кустике. Очень сложновато ему там стоится. Понимает, что он, возможно, будет фидить этому ОД, если там будет дальше стоять. Ни раз чуть не получил пизделей. И из-за этого сделал вывод сразу же. Не фиданув, убежал в кусты фарминг. Дабы не терять много времени. Так, ну что, Павел. Есть готовые фейзы. Есть 400 голды сверху. Что будет собирать? Будет ли это выход какой-то радианс? Либо же оставят это магу. Мага прилетает готовые фейзы уже. И смоганг у нас пошел в исполнении двух саппортов команды Вега. Будет заход опять же в мид. Понимает, что алхимик где-то, возможно, в лесу. Да, туда и идут пинги. Ультимейт от Зевса. Кого убили? Убили Дазла. Ну, он его сам соло убил на миде. Еще и плюс чекнули, короче, где находится алхимик. У алхимика практически заканчивается ультимейт. Не хватит деймэджа, наверное, чтобы его здесь добить. Да, да. Он бегает. Еще и стиков много было. Но Ван, я думал, он дает ультимейт, чтобы просмотреть, где алхимик находится. Но он, оказывается, убивал Дазла в соло. Супер пассивные. Супер пассивная команда London's Conspiracy. Ну да, они как-то стоят. Не понимаю, что делают. В Пашу залетел Savage Roar. Ой, Savage Roar, прошу прощения. Primal Roar от Beastmaster. Непонятно зачем. Он пытался его убить в соло или что это было. Прилетает Павлу. Готовая урна уже. Маг назад убегает в кустики к себе. Все очень хорошо формится. И Вега, кстати, параллельно успевает наводить экшн. Чего не скажешь о команде London's Conspiracy. Имеется агрессивный support Vengeful Spirit. Имеется уже в шестом левеле Beastmaster. Вроде как-то есть какие-то предпосылки на то, чтобы что-то сделать. Но пока что ребята не решаются. Рецепт покупается на Forstaff у нас от OD. В курице есть ли что-то. Да, у нас есть. Получается уже Staff of Wizardai. И остается буквально Ring of Health. Или Ring of Regeneration, как он там. Я не помню, они там одинаково называются. Как бы там не было, готовый Forstaff уже есть у OD. Грубо говоря. Так, баночки. Полетел Ultimate у нас от Павла. У Baby Knight очень большие проблемы. Очень много дэмэдж залетает с Дизелэйта. Павел просто разрезает сейчас молодому человеку щеки своим обручем. Хорошо, все качественно. Baby Knight очередной раз отлетает. Тем временем 0-3. С одним ассистом у нас Алхимик на 10-й минутке. Посмотрим графики. По Галдюшке в 500 лидирует Вега. И по Экспиренсу чуть больше 1000. Ну, понятное дело, что за 10 минут не так много там какое-то преимущество мы можем увидеть. Но все равно, как бы там не было, Вега во всех играх, по-моему, которые я видел на этих квалификациях, забирает преимущество изначально. И потом вроде как его не отпускает. Только если совсем какие-то закидоны прям жесткие не идут. Перемещается у нас Павел вместе с Алексеем на бот. Возможно, будет еще подключение Семы сейчас. И маг перемещается на топ и будет там что-то, какие-то артефакты фармить. Возможно, все-таки мы, скорее всего, увидим радианс на Медведе. Потому что Павел будет такая более статовая спектра, которая что-то фармит. Но опять же, не будем загадывать. Посмотрим, что будет происходить. Форстафет УД у нас здесь в Вингу. Павел, Дайгер в кусты. Хорошо, хорошо, хорошо. Просто в кусты забегает и пошел у нас телепорт. Найс. Все вери найс. Бисмайстер слишком долго, по-моему, этот молодой человек находится в харде. Но у него, кстати, надо отметить то, что у него сейчас через 40 голды будут некрономиконы первого левела. Что за 11 минут для оффлейн героя весьма неплохо. Так, маг себе замутил уже обычные тапки. На Медведе есть фейз, есть 500 голды сверху. Ну и с бисмайстером тут некие встречи такие потайные. Алексей пока на боте стоит Арканы. Чуть-чуть Алексею не хватает до ультимейта. Пошел Медведь, замедляется двумя кабанами. Практически вообще не бегает. Банки от Сема, Меледикт. Хорошо, и хороший вард ставится, качественный. Скидывает ультимейт здесь у нас Кевка. Плетает сюда еще Джилупи. Джилупи. Большие проблемы здесь у Медведя, по-моему. Медведя изи забирают. Нет, перевызвал здесь маг. Или что он сделал с ним? Ну, по-моему, дебил, он не увидел, кому гол достался. Соответственно, размен один в один. Саппорта поменяли на кор-героя с Уфлейна. Это весьма неплохой размен. Ну, правда, у мага Медведь пострадал. Так что будем считать, что размен все-таки, наверное, в пользу команды London Conspiracy, которые сейчас идут еще и на Т1 Тавер. И я думаю, что они без проблем его заберут, так как есть у нас тут призванные Некрачи. Есть Медвежонок. Кабанчик, прошу прощения, Медвежонок. Есть телепорт у нас от Семена, Т2 Тавер. Будет ли попытка дефа? Пошел у нас Глиф, но Ванчик забирает. У нас здесь инвизик подходит, но слишком быстро отпадает Тавер. И Вега очень много времени что-то теряет тем, что попытались они как-то сообразить какой-то быстро деф от руки, но не получилось. Что у нас прилетает магу? Магу прилетают анквилбутсы. Хорошо. Тем временем, небольшой спейс для Боббинайта, у которого сейчас 4000 махиво за ногу денег. Это, возможно, какой-то радианс будет. Не знаю, будет ли это танк алхимик какой-то там через даггер, через алебарды и прочую херню, либо это просто будет сейчас такой алхимик, который начнет просто в фарм-машину превращаться периодически. Пошел у нас Астральчик по Паше. У Паши большие проблемы. У ульта Таракла снял дизейбл. Винга получает очень много демиджа. Джилупи пытается улететь. Хорошо, с телепорта здесь уходит. Ультимейт от Ном Вана и просто двух саппортов здесь раздирают. Раздирают, он просто булки. Хорошо. Джилупи еле-еле улетел. Там еще и Меледик дотикивал. Если бы еще и получилось Джилупи убить на фонтане, было вообще все прекрасно. Крипы медведя убили. В натуре. Этот момент я не учел. Слишком много демиджа, по-моему, у УД по медведю, но он остался крипам. Значит, все-таки размен тогда был для Веги. Плюс. Минус один то, что преимущественно большое КД у медведя. Ну и сейчас будет ответный пуш в Т1 Тауэр на топе от команды Вега. Будет ли смещение? Да, УД сюда перемещается. Явно, если сюда кор-герой бежит, будут смещение и саппортов. Пошел Глиф. Джилупи. Джилупи просто сагривает крипов. Пошел у нас Баттл Край от Мишки. Не получилось. У нас здесь задинает. Спрятали еще и в Астральчик медведя. Ультимейт от спектры. Куда? Это на бот вылазка. Страдает у нас здесь бестмастер под урной. Просто Павел, Павел режет. Минус орла, нахуй, подстриг орла Яшу. Скидывает здесь рор. Надо было делать это раньше бестмастеру, как по мне. И соло просто фраг для Павла. Хороший, качественный фраг. Через урну просто забирает. Статовая спектра у нас получается. Все-таки, скорее всего, радианс остается у нас за магом. Так как покупка барабанов дает ярко понять, что Павел не торопится с покупкой радианса. Где кола, Алик? У нас здесь гейс. Так, иллюзии достаются у нас на Увана. У Увана тем временем 1700 голды есть в Форстаф. Где наш алхимик? У алхимика есть готовый радианс. Это проблема. То, что эти пассивные ребята все равно, с учетом того, как их там не терли, не терли, как бы они на пизде не ездили, все равно алхимик, получая пизделей, собрал свой радианс до 15 минуты. Мог бы, конечно, сделать это раньше, если бы вега ему не мешала. Ну и сейчас он начинает невероятно просто быстро фармить. Вот этим временем имеется готовый Форстафчик. Есть еще голды сверху, есть еще и Ставф и Визердай. Возможно, это будет Атос, возможно, Ю. Пока что мы не знаем. Скорее всего, Атос, потому что Атос крайне приятен, честно, на этом герое. Ждут Павла здесь у нас ребята. Павел появляется на линии. Возможно, это будет и Байтинг. Еще и Макс здесь в этой стране преобладает. Подрубинный Творс. Секунду, ребят, включил. На Творс у нас понятно, что алхимик сейчас невероятно лидирует, но это все. Его это монетка, плюс ему стакали кусты. Он эти стаки забирал сам. Сейчас третий стак у нас делается в кустах от Дазла. Получается его сделать. Еще из-за баунти руна этот молодой человек рвет, но Ванчик не успевает на нее. Подпробил у нас здесь он алхимика. Ну и алхимик сейчас пойдет за этими стаками, скорее всего. Да-да-да, моргает ему Дузель. Все хорошо. Провтыкал я фраг. Винга у нас отъезжает опять в соло. Но Ван такой любитель где-то в соло фраге поделать. Изи, он то мидера какого-то убивает, то саппортов. Все хорошо. Не экономит спеллы, все правильно делает. Тратит их, потому что понимает, что команда пока что не совсем там собирается какие-то массово глобальные действия делать. И тем временем у Нувана есть уже готовая линза. Следующим артефактом в ангану, что будет блатсончик какой-то. Хотя по ситуации это все делается, но, как правило, мы видели Лизевса в исполнении Нувана с собранным блатсоном после линзы. Выход на мага. Сейвач рор. Просто три дебила побежали нахуй в кустики. Качественно Андрюшка здесь все делает. Хорошо. Чип не руинит. У Алексея тем временем появляется Баклер. 200 голды сверху. Будет выход в Мекку. Сема под Даггером нападают у нас сейчас вместе с Павлом на Вингу. Это слишком легкий фраг. Еще и вар тратится от Семы. Но легкий фраг получается для Паши. У Паши тем временем он 2500 голды. Возможно даже, кстати, и будет собираться радианс от Павла. Павел слишком жестко как-то фармит. Он покупает артефакты с невероятной скоростью. Вчера мы от Элидана видели радианс, который был куплен практически на 30-й минуте. С учетом того, что он терпел там. И просто невероятный аспект делал на него. На этот радианс. Имея только одну урну. Тут Паша и урну покупает. И барабаны еще и фрагиус умудряется делать. Так. Ну 2.12. Вега очень хорошо себя сейчас показывает. Посмотрим графики. В районе полторы тысячи по денюжке у нас получается преимущество за вегой. И по экспириенсу более 4000. У нас атака пошла на Дазла. В исполнении веги. Ой, классные корнишоны сейчас вылетают от мага. Потрачен был Грейв. Нет никаких телепортов. Понятное дело, что Дазла никто не будет сейвить. Это тряпка просто беспонтовая. Ну и Алексей делает легкий здесь фраг. На Дазле. Возможно будет сейчас пуш потенциал какой-то от веги. Да, перемещается сюда еще и Сема бежит. Подбегает к своей команде. Подходит у нас пачечка крипов. Андрюша надо переагрить с Медведя Таргет. Все хорошо. Качественно катает. Появляется у нас Метрилхаммер. Да, все-таки Родианс будет за спектрой. У Павла практически есть ультимейт. Хотя как, практически 47-мута слишком много. Подьюзали Галиф здесь в Лондон с конспираси. И легкий тавр. Легкий тавр для веги. Так, что у нас у Джилупи? У Джилупи у нас уже есть. Атосик. Хорошо. Ну и Алхимик после покупки Родианса у нас заимел. Монтостайл уже готовый. Ёп твою мать. Скорее всего следующий будет Акторин. Такой. По-гейски. Но с Акторином, конечно, Монтое он очень бодро может фармить. Так, ну и вега начинает фармить уже просто вражеский лес. На топе у них пока что никого нет. Джилупи в одну каску пытается у нас пропушить топ-линию. Но Уванчик покупает себе арканы. Возможно, он их собрал потом, исходя из того, что он их разберет и покупит потом в перспективе Бладстон. Либо же Акторин. Мы еще пока что не знаем. Минга стоит на сейве у Джилупи. Здесь еще и в кустах Бестмастер, у которого, кстати, 200 голды остается до покупки третьих Некрачей. За 19 минут это весьма неплохо. Хочется отметить. И готовый Монтое появляется у Лондруида. Павел подстригает очередного Орла Яшу, который летает на разведку. Скидывается банки от Тема, дабы отпушить просто по пасту как-то линию Маг. Там ковыряет пока что Эншитов. Все правильно делает. Спейсит. Павел пытается вытащить все-таки свой Сакрет Релик, чтобы не закинуться в этот момент. Оставляет ему Эншитов у Андрюша. И остается буквально 10 голды, чтобы купить этот Релик. Продает топор, покупает Релик. Все хорошо. Осталось дофармить рецептик и потенциал Веги в драке крайне большой становится. Хоть и имеется Родиан сейчас у Лондон с Конспираси на Алхимике, но Алхимик будет крайне мало принимать участие, по-моему, в файтах, на мой взгляд. Может, я, конечно, и ошибаюсь. Кстати, Маг очень качественно задоджил сейчас стан Винги. Хочется отметить своим линкаутом Медведя. Ну и что? Команда Веги у нас стоит сейчас. Прибегают иллюзии Алхимика. Увидели то, что есть уже Монтостайл. Я думаю, некая дрожь по булкам Меги сейчас прошла. Потому что слишком быстро появляются артефакты на Алхимике. Алхимик может разбить просто Ебыч очень многим героям и без помощи команды. Редко такое бывает, конечно, но может и такое быть. Так, Сёма чекает. Тут Кабанчика. Пошел у нас телепорт от Кевки отсюда. Вот и поут он делает правильно. Алхимик забегает на Эншитов. Имеется уже после покупки Монтостайла 3000 денег. Появляются тем временем на Кевке на Бесмастере. То бишь уже третий Некрачи. Возможно, какой-то выход в Даггер уже нужен. Дабы инициация подросла как-то у команды Лондон с Конспираси. Чекнем графики. Преимущество уже в районе 500. Начинают Лондон с Конспираси немножечко отыгрывать преимущество по голде. Но по экспириенсу все так же более 5000 за командой Вега. И у Павла 400 голды и остается до покупки Родианца. Надо немножечко подождать. И как раз все две линии очень неприятно сейчас припушиваются. Вот Лондон с Конспираси. Конечно же неприятно для Веги. Пошел телепорт от Семы на Т3 Тавер. Будет, наверное, попыточка какая-то. Примерно линкует где кто. Откуда ожидать атаку. Некрачи пробивает здесь Тавер. Медведь просто начинает разрывать лицо этим Некрачам. Хорошо под банками. Практически не получилось здесь пробить. Что мага по денежке? Тысяча денежек после покупки Майлшторма. Где Павел? Павел просто всеми силами сейчас добивает свой Родианц. Пошел у нас чек от Нована. Где кто? Ультимейтом все качественно. И у Алексея, кстати, остается 100 голды до Мекки. И появляется готовый Бладстон уже у нас на Новане. Передвещал я этот Бладстончик. Ну что, остается подождать Мекку. Подождать Родианц. И просто потенциал у Веги просто невероятный. Сейчас тайминги по появлению очень ключевых артефактов. Которые усилят их тимфайт. Соответственно, покупается вот рецепт на механизм. Нужно подождать только Курьерчик Алешки. Нованчик, 14 левел. Все хорошо. Ну что, Павел уже готов нажимать кнопочку Т. Или на что у него там она забинжена. Я не знаю, играет он с Легаси или не с Легаси. Так, Макс со своим покоцанным медведем пока что бегает. И покупается у нас Акторин. Очень быстро приобретает артефакты этот Алхимик. Он невероятно жестко начинает отрываться. Посмотрите, на 7000 просто опережает сейчас Нована. Второе место по Нетворцу на этой карте. Ихний, да, я этот, полухохол, гайз, забейте. У нас, у нас так говорят. Я понимаю, что их, я давно не комментировал. Раньше я это контролировал, но сейчас нет. Не Легаси, ну и ладно. Так, ОД, Джилупи забегает. Видит его сейчас соло. Спалился со смока, понимает, что здесь что-то есть. Пошли у нас линки. ОД кидает Астральчик у нас на медведя. Залетает. Хорошие банки. Ультимейт от Павла. У венги большие проблемы. Успевает он скинуть еще перед смертью в Магастан. Залетает у нас Пашу Сейвач Рор. Не Сейвач Рор, а Праймал Рор. Хорошая у нас палка. И 0 в 3 просто, без размена. Павел в ультимейте Арахла выживает. Некорче еще здесь догоняют. Хорошо, это плюс 200 голды. Для кого? Для медведя, да. Зелененький получает 200 голды. Очень качественно здесь поймали. Но ультимейт, конечно, спектры сейчас очень болезненным. Как я и говорил, Алхимик сейчас множество файтов будет пропускать. И как бы это ни стало ошибкой для команды London's Conspiracy. Да, имеются артефакты. Да, хорошо все у Алхимика вроде бы с первого вида. Но Вега в тимфайтах вот так вот будет иметь гораздо больше на всю команду, нежели Алхимик там в соло что-то будет зарабатывать. Так, Сноуванчик 1300 после покупки Бладсона. 15 левел. Зарядил себе сейчас только что 3 заряда за этот файт. Все весьма неплохо. Пошли у нас телепорты. От команды London's Conspiracy будет попыточка дефа. Очень сильно замедляет здесь медведя. У медведя большие проблемы. Убьют ли его, да, залетают еще... Астроворб. Или как он там правильно называется. Арканорб. Ну и забирает. 300 годы сейчас. Умерший в предыдущем замесе. Outworld Devour. Кстати, покупается. У него игроклапчик. Будет выход в БКБ, соответственно. Интеллекта уже более-менее неплохо. Насобирал он себе. 3200 у мага. Сейчас без медведя просто... Бедолага кусает этих сатиров. Ну и покупается у нас Тревола уже на Алхимике. Остается буквально просто у парня 2 слота, чтобы что-то купить. Какую-то керасу. Может быть Тараска. Я не знаю. Но скорее всего Тараска. Потому что нужно как-то выживать в файте. Иначе его спектра будет просто невероятно развязать. Опять чекает у нас Зевс, где кто-то бегает. Практически умер Дазл. Хотя Ноу Ван скорее всего и упытался убить Дазла, нежели чекал. Потому что там был Юзнет Грейф и Телепорт. Пытался он улететь все-таки от этого Зевсапа. Пошел у нас 2 стана просто в один момент. Есть сейв Телепорт. И у мага очень low HP. Ноу Ванчик Изит здесь разбирает. У нас Бесмастера. Очень походная команда убегает. У Павла нет еще ультимейта. Или был проюзан ультимейт. Да. Прошу прощения. Это профтыкал. Минга умирает здесь. Это уже минус 3. Джилупи тоже отъезжает. И Бэйби Кнайт. Просто Тим Вайп. Ёб твою мать. Изи катка. Тим Вайп без потерь. Просто перекатили нахуй. Ну вот ребята пришли в мага. Закинули. Маг даже вообще никакого участия не принимал здесь. Один ультимейт Спектры. И Зевс без ультимейта также своими болтами раскидал здесь. Ну и собственно банки плюс палка. Вот все. Мы сделали свое дело. Очень легкая карта. Я не пойму как они у Ликвидов одну карту выиграли. Ну нельзя как бы там сравнивать команды между собой. Каждой команде играется против другой команды по-своему. Ну и что. Будет попыточка убить Рошана. Павел находит еще для себя ДД. Покупается Ривер. Будет толстая Спектра через Тараску. Соответственно. Ну и у Алексея после покупки Меганизма 1200 сверху. У мага появляется Гиперстончик. У Семы появляется уже Огар Клап и Пойнт Бустер. Возможно даже летит готовый Аганим. Да, летит готовый Аганим на ВД. Вот это начинаются проблемы. Потому что вот эта палка сейчас будет разбирать просто практически в соло всю команду. Если его не буду трогать. Конечно же. У Венги просто нет времени там свапать этого ВД или как-то станет. Потому что под этим всем Зейхером, который дает Спектра и вот этот Медведь Бегущий вообще практически невозможно ничего сделать. Таким саппортом как Венги Фулл Спирит, как Дазл, у которых там 788 хп и 940 со стиками. Да, там есть Клока, есть стики, но этого не хватает. Так, у Павла тем временем остается буквально рецептик насобирать на Тараску. Или он уже есть? Нет, еще нет. Летит готовый Владимир. Как я понимаю для мага. Или нет? Да, для мага у него есть базилка. Скорее всего для него Владимир и будет собран сейчас. Глазскептер появляется у нас на нованчике. 2700 сверху. Очень плохо себя чувствует Дзевс в этой катке. Павел пошел, понятное дело, не заниматься херней какой-то с командой бегать. Потому что имеется ультимейт, понятно, что он прилетит на замес, если таковой будет. Ну и отпушивает просто линии в наличии Саегиса, может не бояться. Так что еще и находится он в районе Т2 Тавра. Если какой-то выход на него и будет, команда все-таки прилетит на спасение. Ну и тем временем Вега распушивает у нас топ-линию. Хотят ребята уже идти куда-то на Т2. Имеется все-таки в наличии Аегис. Можно этим воспользоваться и пойти уже начать заканчивать. Так, на ОД пошла у нас атака. Павел прилетает. У Джилупи большие проблемы. Отдает Грей в Даззл себя. Пытался сделать телепорт, но получает Рахулея. Алексей еще и забирает здесь Джилупи. С моим первым спеллом. И тем временем Алхимик у нас перемещается просто на топ. Моментальный просто минус 2. По одной кнопочке ребята из Веги нажимают. Не особо усердно дается им эта катка. На изичах просто расслаблены. Алексей уже походу рулит там ногой, я уверен. Держит мышку ногами, а не руками. Развалился на стуле как валет. Ну и не потеряв Аегис, ребята заходят. Сейчас, да, нет ультимейта на спектре, но это не страшно на самом деле. У них сейчас невероятное преимущество. Даже можно выдвинуть на графике. Более, ну, 10 тысяч преимущества по голде. И по экспириенсу, соответственно, 25 тысяч по экспириенсу. Просто трахают и снимают русов. Это можно даже так назвать. Впивается у нас медведь в барак. Подтучка заканчивается у нас. Так, у Павла. В Павла пробивают. Есть уже готовая тараска. Павла просто так нельзя. Сейчас буквально секунд на 20 отбежит. Оттригенится. Медведи. Единственное, что проблема теряет сейчас команда Вега. Хорошо, но Ванчик здесь разбирает иллюзии. Почему-то у этой иллюзии не было показан хп-бар. Ну и Павел уже заходит, также не потеряв свой эгис. Впивается в рейндж-барак. Павла просто бьют всей командой. Очень много хп сейчас теряет команда London's Conspiracy. Пытаясь убить эту спектру. Спектру заталкивают еще. Дается Грейв. Просто усиками забирая здесь Зевс. У нас Дазла. Очень лоу хп у нас ребята отбегают. Алхимик скидывает станд в Пашу. Но Пашу здесь невероятным просто образом выхиливают. Просто нам нужно чуть-чуть отойти. Подождать пока включится тарасочка. И продолжить пуш. Хотя продолжать уже нечего. В принципе. Потому что мид. Мидлиния для London's Conspiracy упала уже. Господи Иисусе. Так, ну что. Гвардиан Бутс есть у нас тем временем. У Алексея. Все, мы есть готовые гоним. 1800 денег. Но Уванчик делает телепорт на Т2 на боте. Начинают ребята активненько в пятером ее распушивать. Пойдут сейчас забирать бот. Вероятнее всего. С Тэшем у нас начинает появляться у мага Кираса. Ну и Павел. Аегис еще до сих пор присутствует. Есть 2000 денег сверху. Пока что ничего не покупал. Тут собирается Акторинчик у нас. Судя по артефактам. Смотря на нового Ана Курьера. И покупается от Семы Даггер. Сейчас будет качественная палка. С выбором позиции уже соответственно Семы. Какую он хочет, такую и выбирает. Начинает Альберт немножечко улыбаться. Потому что Вега выигрывает. Это хорошо. Ну и собственно. Монтон с конспирсией понимает. Что дефит им. Могут они только хэграунд. Ну как могут. Они нихуя не могут на самом деле. Потому что им трудно дается. Вот эта драка против такой жирной спектры. Я уверен, что ребята предпримут какие-то действия во второй карте. И сделают работу над ошибками. Павел закидывает Даггер. Уже забегает у нас на иллюзии Алхимика. Дабы их быстро убить. Чтобы они не мешались при пуши. Почему до сих пор не бывают иллюзии. Я не понимаю. Медведь впился у нас Тавр. Опять же ОД подбегает. И в легкую начинает забирать Медведя. Второй раз очень глупо отдают Медведя. Сейчас команда Вега. Телепортируется у нас уже Нован на базу. Начинает прогонять здесь Бестмастера. Который уже в легкую снес Т3 Тавр. Прилетает сюда Маг. Нет Медведя пока что. Есть Медведь. Надо вызывать. Но Нован просто разрывает его всаляка. Говорит, иди сюда молодой. Я покажу тебе как это делается. Так, ну что. У Нованечка появляется уже. Прилетел его готовый Акторин. У Мага есть готовая Кираса. Которую он только что купил. Где Павел? У Павла падает Егис. Павел тут начинает уже просто гонять молодых. У Джилупи большие проблемы. Вместе со своими саппортами он здесь отъезжает на боте. Остается у нас живых. Надежда сборной команды Лондон с Конспираси. Который фармит непонятно куда. Непонятно зачем. Видимо на квартиру в Москве пытается переехать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.